Добрый день, друзья! Добрый день! И у нас на этой неделе произошло очень много радостных событий. Во-первых, я хочу уделить внимание нашим клубникам. Они у нас работают, регулярно работают, проводят занятия. И по каждому из наших стажеров, по паре стажеров, есть на сегодняшний день позитивная обратная связь. Есть обратная связь по животным. С ними работает Ирина Павлюкова и Ирина Романова. Есть благодарственные письма Янковской и Ламберг. Есть благодарственные письма Овсяниковой и Волковой. Есть благодарственные письма, по сути дела, всем нашим стажерам на сегодняшний день. Приходят письма от их уже клиентов, которые благодарят за работу, о том, что их жизнь меняется, у них взгляды на жизнь меняются и так далее. И меняется их здоровье, в том числе физическое. И вот это реальная работа, это реальные результаты, которые уже демонстрируют наши стажеры. На самом деле нам это нравится, потому что мы показываем, этому может обучиться каждый человек. Каждый человек может быть искренним и открытым. И когда мы искренне открыты, внутри мы все выходим на один общий уровень сознания. Это всё мы, это всё Бог. И вот в этом состоянии человек способен действительно, используя ресурсы своей психики, исцелить себя сам. А наши стажеры показывают, помогают найти дорогу к сердцам, к искренности, к открытости, вот к тем состояниям, которые люди забыли в пылу своих звериных побед. И это первая новость, потому что на этой неделе действительно завалили нас приятными отзывами о наших стажёрах. И приятно отметить, что наши ребята у всех, вот по всем фронтам реально идут результаты. И это классно. Кроме того, на этой неделе у нас было очень много позитивных отзывов от самих мам, как меняются дети. Были и смешные отзывы, были и грустные, были, где мы и нравоучения давали, как маме надо измениться для того, чтобы изменился какой-то параметр. Ведь понимаете, когда мы говорим об аутизме, для человека аутизм это вот что-то, вот для здорового человека, аутизм это какая-то прострация. И многие даже состояния аутизма у ребёнка связывают с его какой-то исключительностью, что он обязательно должен оставить какое-то неповторимое творчество или какие-то гениальные математические решения или ещё что-то. На самом деле всё банально просто. Очень многие аутисты не разговаривают, очень многие уходят в себя настолько, что не замечают окружающих. Большинство из них проявляют агрессию, лупят себя, лупят окружающих, не видят ни детей других, ни родителей, никого, замыкаются в собственном мире. Многие аутисты писаются, какаются, у них глютеновые диеты, потому что при потреблении глютена у них идёт провокация на агрессию и так далее. На самом деле это очень сложная, многофакторная болезнь. Я это назвать не могу, симптом такой. Но когда мы заходим в психику, мы понимаем, на самом деле над светом человеческим, над его сознанием, над сутью идёт очень много информационных наслоений. И очень много именно психических факторов, которые не дают развиваться ребёнку. В том числе не дают развиваться памяти и так далее. И когда, например, ребёнок не смотрел в глаза, он начал смотреть в глаза. Ребёнок какался, перестал какаться, начал ходить в туалет. Ребёнок не говорил, начал говорить. Он начал развиваться. Списать это просто на естественный физиологический рост не получится, господа. То есть это происходит очень быстро после консультации. И вот он там 3, 5, 7, 8 лет, 10, он ходил в штаны. И тут он перестал ходить в штаны. И сказать, что это естественный физиологический рост, это глупо. Это может сказать только человек недоразвитый. И это не единичный случай. И это не единичный случай. На сегодняшний день вы видите, сколько случаев. Почему я об этом подробно рассказываю? На этой неделе вышла статья очередная на ресурсе секты.бай. Этот ресурс ведёт дежурный сектовед, который пытался уже каким-то образом приплести инфодайинг к секте. Но вы знаете, инфодайинг по определению не подходит к секте. Потому что в данном случае отсутствует любая попытка человека манипулировать, управлять, заставлять. Отсутствует... Вот даже если мы просто тупо берём и гуглим секта. Понятие, которое используется для обозначения религиозной, политической, философской, но и группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему. Или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. Смотрите, в инфодайинге вот всего этого нет. Вот просто нет. Однозначно человек каждый идёт к себе, искреннему, открытому, настоящему. И задача прийти к себе. И туда толпами не ходят. И никакие учения здесь не работают. И религия теряет свою паству. Ту паству, которая носила деньги. И на сегодняшний день белорусская религия конкретно пытается загрызть инфодайинг. Это уже третья публикация со стороны именно религии, как провокация. Мы благодарим дежурного сектореда, что он так много времени уделяет инфодайингу. И даже не удосужился фильмы посмотреть, когда вот в последнем материале пишут, что у нас нет документальных подтверждений того, что дети вышли из аутизма, из-за болеваний, господа. Вы не видели, там есть прямо в фильмах, где написано «Гезун» – здоровый ребёнок. А перед этим написано «Аутизм». Написано на немецком языке, я понимаю, но, наверное, австрийская медицина не соображает. Про это уже есть фильмы. Есть дети, которые действительно выходят и проявляются. И вот тот заказ, который мамы просто заклевали в интернете того человека, который писал мужской рукой. Уже понятно, кто у нас пишет мужскими руками, да, негативные онзывы про инфодайинг. И мамы просто закидали его тухлыми яйцами. И человек написал уже следующий, вынужден был проявиться для того, чтобы было понятно, да кто же пишет вот всякую херню. Пишет вообще от ума. Ссылается на ту же самую Олю Сергалееву. У Оли она может оставить вообще и свои публикации. Два ребенка, которые выходят, выходят и очень интенсивно выходят. И какие изменения. И какие изменения, и какое развитие, и как матери видят эти развития. Вы видели фильмы про все это дело. И сколько отзывов, если открыть тот же самый пуп, люди счастливые пишут. Но эти люди уходят из паства. Ими нельзя манипулировать, ими нельзя управлять. Они вам мешают? Вам мешает их счастье? Вам мешает от того, что налаживается семейная жизнь? Вам мешает, что люди становятся счастливыми, что они начинают открывать свои бизнесы, они начинают развиваться, они приходят к себе. К себе спокойному, умиротворенному, к себе счастливому. Создают действительно счастливые отношения через любовь. Действительно начинают заботиться о своих детях. И действительно дети поправляются. И это не единичный случай. На самом деле, сколько людей поправляются, выходя из диагнозов из других, и даже на том же самом ресурсе, где писали, нашлись люди, которые написали, что они из онкологии вышли благодаря инфодайму и так далее. Мы же не отслеживаем всех. И мы действительно не требуем справок, и мы действительно не требуем медицинских заключений. Наша часть – психика. И мне, например, врачебная часть вообще неинтересна. Мне интересно, чтобы человек вернулся к себе, искреннему, открытому, чтобы человек стал самим собой. И вы знаете, что меня обескураживает? Что эти люди сидят в Беларуси. Нет пророка в своем отечестве. И вот такие вещи делаются из зависти, из злобы. Я бы поняла, что если бы это начали писать в Америке, или это начали писать где-то люди, которым мы мешаем бизнесу, но это пишут белорусы, которые сидят в своих убеждениях, в своих ограничениях. И я знаю, что если бы у них была возможность сейчас пойти там и сказать, мы мошенники, и было бы хоть одно доказательство мошенничества, они бы это сделали. Но у них нет этой возможности. Зато вот кусать из-под тяжка и делать это, рушить тот проект, который поднимается, растет, который во всем мире помогает детям, который помогает взрослым, который дал миру ту идею, идею возвращения к себе, которой не было, когда люди забыли любовь, когда люди стали жить как животные. Забыли искренность. Забыли искренность. Забыли, кто они сами по сути своей являются. Конечно. Конечно, приятно говорить, что там молодежь такая-сякая, плохая, рекламировать секс, рекламировать насилие, показывать катастрофы, войны, убийства и так далее. А потом спрашивать, а почему они такие недалекие? Почему они психически больные? Почему они там с оружием друг на друга бросаются? Подождите. Вот дежурный сектовед, не плюй свой собственный колодец. Да, вот дежурный сектовед наплевал свой собственный колодец, и ему же в этом колодце и плавать. Потому что на самом деле, когда человек опускается до таких вот игр, он же потом в них и живет, он же потом в них и болеет, он же потом в них и страдает. И это его выбор, и это не кто-то там ему делает. Это человек, который идет против тех, кто является его зеркалами. Ему зеркала показывают, говорят, вот здесь свет, здесь дети поправляются. Нет, надо сделать, что дети больные. Нет, не больные. Нет, почитали отзывы. Сперва нас обвиняли, что мы занимаемся гипнозом. Потом, когда поняли, что не в ту степь пошли вообще, что с точки зрения науки валит вообще непрофессионализм и глупость, да, прямая глупость, просто пошли ва-банк с обвинениями к мамам, что они обманывают, что что-что-что, что у них логическая ошибка, не способная что-то доказать. И о мамашем, ворящемся в котле эмоций и ложных надежд стерилизованном от проблесков рационального мышления это объяснять бесполезно. А что вы можете объяснить матери, у которой какался ребенок и перестал какаться? Как вы объясните это? Что вы сможете объяснить матери, у которой ребенок бился головой о стенку и больше не бьется? Что вы объясните матери, у которой ребенок писался ночами и он перестал писаться? Что вы объясните этой матери? И мать видит, я изменилась. И они, кстати, матери сами пишут, и сколько мы уже выложили постов, даже словарь поведенческих реакций матери Вот мать меняется, ребенок меняется, мать делает это, ребенок начинает поправляться И благодаря инфодайвингу, ведь она пришла к моменту наблюдения за собой Инфодайвинг это погружение в себя за информацией, ни более, ни менее И все остальное вы придумали сами, вы просто деньги на этом теряете, пасту теряете Но вы идете против совести, ребята, и так делать стыдно Так делать стыдно, дежурный сектовед, вам должно быть стыдно за то, что вы делаете, за то, что вы лжете людям За то, что вы выдаёте, вместо того, чтобы развернуться к себе Поэтому и видит ложь Ну, по-моему, лжи живёт, поэтому видит в зеркалах эту ложь И поэтому и пишет так, и поэтому он оскорбляет мам, делая их глупые, унижая их разум И мне ответили администрацию на вежливую просьбу поделиться хотя бы одним медицинским случаем Объективно, вы могли зайти на сайт в публичном доступе, висит целый фильм Там все документы, там все документы приведены, все фотографии приведены Почему вы это не сделали? Ну, мы уделили слишком много времени этому человеку, проходим дальше На самом деле, мы в Инстаграме сейчас выкладываем очень много новостей Именно связанные с обратной связью мам То, что нам пишут мамы, мы стараемся теперь скринами выкладывать в Инстаграм Почему в Инстаграм? Потому что пубай забит отзывами Просто, если вы открываете ленту отзывов, то, что нам присылают обратной связью Она уходит никуда, и уже прочесть все невозможно И в мире на сегодняшний день нету проекта, где их такое количество И поэтому мы решили, так как мы заспанили полностью благодарственными письмами пубай Мы решили сделать то же самое в Инстаграме И на сегодняшний день огромная вам серийная благодарность за курс За колоссальную вашу работу, за искренность, за открытость И пошло дальше И дальше человек пишет о том, как изменилась интимная близость Как изменилась семейная жизнь Как начались красивые отношения Как вернулась любовь в семью И вы знаете, я вот читала это сообщение, плакала Я поняла, что человек пишет такие интимные подробности То, что он никогда никому не говорил Вот до своих там сорока с лишним лет Что скрывал, что зажимал, что подавлял И это вырвалось наружу И я это тоже не могу вырвать наружу Поэтому я кусочек разместила А остальное на интиме мы останавливаемся И дальше, а дальше просто счастливая семейная жизнь И хотите верите, хотите нет Это ваше дело, господа А наше дело плакать и быть счастливыми Вместе со всеми, кто пишет нам Спасибо вам огромное за консультацию Вы мне изрядно почистили мозг После прослушивания завалилась пластом Накрыла не по-детски Все в точку А дальше, дальше пошла работа Так все зависит от меня Человек осознает себя Человек осознает ответственность за свою жизнь Человек осознает о том, что эта жизнь прекрасна И что он делает ее прекрасной Он возвращается к себе Он возвращает ответственность за свою жизнь Себе То, чего не хватает белорусам И россиянам И не только Всем людям не хватает возвращения ответственности Для того, чтобы начать заниматься любимым делом Для того, чтобы начать проявляться Для того, чтобы перестать лгать, перестать вот эти пикапы делать, перестать рассказывать о том, кто кому чего должен, что должна мужчина женщине, что должен мужчина, женщина должна, что мужчина должен. Ребята, это глупости. Если вы заходите в точку, где вы осознаете себя целостным с этим миром, вы видите этот мир через призму любви. И исчезает должен. И исчезает должен. И тогда вы будете говорить через призму чувств, и вы будете чувствовать, насколько прекрасна эта жизнь. И, блин, вот эта неделя, это не притянутая за уши, все якобы хорошо. Это настоящие неприторможенные эмоции и адреналин, который бьет не из-за страха, а из-за сверхвозможностей. И это люди пишут. Я зачитываю то, что конкретно по обратной связи пишут люди. Такой обратной связи очень много. Всю прочесть фактически невозможно на сегодняшний день. И на сегодняшний день у нас выходит очередная книга, называется «Инфодайинг знаний». Она уже в печати, скоро она будет в продаже. На сегодняшний день книга «Инфодайинг глубина» у нас находится в вычитывании. И вы знаете, мы книгу «Инфодайинг практика» очень быстро дописываем. Она тоже появится. Появится быстро. И появится, очень быстро появится в печати книга по чату. По чату мам. Для того, чтобы люди, у которых есть ум, совесть, честь, у которых сохранился разум, у которых есть чувства, они могли читать эту книгу и чувствовать, что пишет мама, как она меняется, как меняются дети. И это не лживые домыслы людей, теряющих деньги. Это искренность, это открытость, это цвет, который идет сейчас на белой земле. Именно на белой земле родился этот цвет. Именно на белой земле он прорывается наружу. И вот то, что происходит, на самом деле для нас удивительно. Но мы поняли, мы перестали быть незаметными. Нас увидели. Ведь мы же три года работали, как лошади на износ. И нас никто не видел. И впервые нас заметили. Родник вышел. Родник пробился сквозь землю. И, наверное, чистая вода потечет в головы людей для того, чтобы... Чистое осознание для того, чтобы человек в какой-то момент, вот на бегу, когда он бежит, когда он не может остановиться, когда он вот как белка в колесе, и вдруг он говорит, стоп, остановись, задумайся, замри на секундочку, задумайся. Задумайся, что ты делаешь. Задумайся, где ты врёшь. Задумайся, где ты неискренен. Вернись к себе, развернись и посмотри в себя. Ведь глаза Бога направлены внутрь. Внутрь себя, не наружу. Они смотрят внутрь. И поэтому обмануть себя невозможно. Сбежать от себя невозможно. Спрятаться от себя невозможно. Потому что внимание Бога, назовём этот архетип так, внимание Бога всегда смотрит внутрь. И сам от себя человек никогда, никуда не сбежит. И в этом прелесть этой игры. В этом кайф этой игры. И когда это осознаёшь, ты понимаешь, есть только одна задача — прийти к себе, искреннему, открытому, настоящему. Вот это единственная задача. И когда ты проходишь этот путь, тебе хочется смотреться в глаза людей. Тех людей, которые рядом с тобой. И чтобы они тоже светились счастьем. Чтобы они тоже... Чтобы тоже была радость. Чтобы тоже было солнце. Чтобы тоже было... Чтобы был свет. Свет должен отражаться на цвету. В зеркалах, в чистых. И тогда будет свет везде. И тогда солнце всходит. Но солнце на самом деле уже всходит. Сегодня ещё из новостей. Очень много обратной связи, интересной о деток. Здесь и видео есть, как детки и цирк посещали, и всё остальное. Кстати, вот опять я вернусь к сектоведу. Контрольным в голову. Вот есть же белорусские дети. Вот почему вы не задали вопрос, например, той же самой Аринке? Она бы вам сама даже ответила на вопрос. Не её мама, а ребёнок бы вам всё-всё рассказал про Инфодайм. Вот сам ребёнок бы рассказал, потому что он открытый, искренний. У него прекрасно развита речь. И эти изменения произошли за последний год. Поэтому прежде чем писать... Глупости. Глупости. Вы бы хотя бы поинтересовались, а так стыдно. А ещё когда это делают мужчины, это вообще стыдно. Потому что здесь нет ума. А у мужчин должен быть ум. Я, как женщина, имею право быть глупой. Когда хочу, тогда дай дурак. Ну... Это роль женщины. Вы же, мужчины, сами навязали эту роль женщине? Да, вот я хотела сказать. Что женщина глупая, блондинка там и так далее. Поэтому я могу вот эту вот роль сказать. Хорошо, я поиграю в твою игру. Когда хочу, тогда дай дурак. Но вы, если вы такие умные, ну вы же хотя бы иногда интеллект включаете, если он есть. Пользуйтесь. Пользуйтесь, да. Он же как бы... Вот я смотрю. И то, что дети рисуют, то, что дети делают, то, что дети пошли в развитие. Вы не назовёте это естественным развитием. И, кстати, уже в разных странах мира отмечают, что те, кто связался с инфодарингом, у детей идут необъяснимое развитие. Именно не могут объяснить. Именно действительно необъяснимое. Специалисты-реабилитологи не могут объяснить, почему у ребёнка происходит то или иное. Но это происходит. И по поводу, кстати, диагноза ДЦП. Есть снятый диагноз ДЦП у нашей девочки, у нашей забавы. Там снято ДЦП. Там не только аутизм снят. Ну, ребят, 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 вы чем думаете? Это то, что я сейчас вспоминаю. А вы можете открыть экспериментальных детей. Ведь на самом деле у нас уже детей сотни, сотни, не единицы. И можно просто зайти в чат мам и задать им вопросы. Просто задать вопросы в чате мам. Это так сложно, наверное. Потому что знаешь, что закидают тухлыми яйцами. Потому что точно так же закидали... Не будет чем проявиться. ...пост, вписанный мужской рукой. Вот оно. Вот оно. А я задаю себе вопрос. А зачем нам? Я уже пока вот именно тоже об этом сижу. И зачем? Я понимаю, зачем. Не будем озвучивать. Но это надо. И мы знали, что это время придет. И это время че. И на самом деле... Ладно, давай сегодня поговорим немножко о приятных новостях. У нас есть приятная новость от мамы Егора. Например, вот я просто буду идти по то, что у нас. Вот Егор едет на самокате. И вот он любит уже книжки. Листает, называет картинки. Тапки показывает. Грязные одевает. Говорит. Смотрит на футболку. Буквы начинает читать с футболки у мамы Егора. Между прочим, маленький. Он по возрасту еще совсем маленький. Вот он со старшей сестрой. Вот, вот, вот. А еще у него были глаза в красных венках. И сейчас прям меньше. Кулис нам прописала очки. Так как астигматизм. Но они очки не стали брать. И вот сейчас у Егора глаза перестали быть красными. И они ходят сейчас к дефектологу. Ждут время. Потом сходят к окулисту еще раз. А ходят к дефектологу. И дефектолог даже спросил. А какие у вас к ребенку вопросы? У ребенка все хорошо. Он очень любознательный. Все схватывает с интересом. Запоминает. Ему очень нравится заниматься в игровой форме. То есть, вот я читаю. Это я про аутиста читаю. Угу. И мама тут же пишет, как она работает. Что ее тоже бывает уносит. Она пишет в тетрадку, как она работает. Она дальше вот описывает, как они в лего с ребенком играют. И так далее. На горшок писает. Радуемся вместе с ним. В общем, тут идет движуха. Потом у нас следующее сообщение. Это от дочери. У нее мама болела ковидом и была при смерти. Вот, слава богу, мама поправилась. И это прекрасно. И она как-то очень резко. Вот в тот день, когда был переход, мы вели ее как раз в это время. И потом раз, и человек живет дальше. Ну, наверное, случайно. И дальше. А дальше у нас есть еще следующее сообщение. Это я один за одним пока иду. У нас идет сообщение. У нас все в целом хорошо. Лева пошел в школу. Учебный процесс налаживается. Учителя его хвалят. Бывает всякое. Увлекся музыкой. Занимается вокалом с очень классным педагогом. Спасибо вам большое. Прогресс очень хороший. И это есть. Я выкладывала это там. Нам остался вопрос по какам. И по какам с мамой есть вопрос по тому, как она в материальном мире проявляется. Мы задали маме эти вопросы. И мама сейчас понимает, куда идти, чтобы это отработать. Она это отработает. Ребенок ходит на горшок. Это вот кто маме подскажет, кроме инфодайинга, что ей делать для того, чтобы. Потому что медицина, да, она прекрасно напихает медпрепаратами. Но покажите мне, чтобы медицина вылечила своими медпрепаратами хоть одного человека. И следующее сообщение нам пишет Людмила. И она пишет, доброго времени суток, меня зовут Людмила. И это она писала отзыв о работе инфодайеров. У меня была опухоль в груди. Ее там продуло на улице и так далее. Лет 15-16 назад я обратилась в онкоцентр с этой опухолью. В общем, дальше она описывает все процедуры. Она не стала играть в игру онкология. Она сбежала с этого онкоцентра. Но диагноз у нее был. Он сейчас отсутствует у нее на руках. Но медицинский он был поставлен. И в мае 2020 года прошла консультация. И на выходе у нее она даже не думала о груди. Потому что она о ней не писала нам. А мы просто зачистили весь мусор из головы. И дальше она про шишку забыла. И потом она ее не нашла. Она не болела. Рукой прощупала. Она не прощупается. Чему была рада? Написала вам на то лицо. На то, что вы мне ответили. Значит, она вам больше не нужна. Вот еще одно сообщение. Следующее нам пишет Елена. Джейкоб развивается хорошо. Стимы пока еще есть. Но в целом осознанности больше и больше. Он задает вопросы. Устанавливает причины следственной связи с осознанностью. Все говорит о своих ощущениях. Говорит о том, когда он расстроен. Все больше пошла вот эта чувственная часть. И все больше пошло включение в жизнь. Потом дальше у нас следующая благодарность. Нам пишет Наталья, Ирина, благодарю вас за поток у чувства, который не покидала всю консультацию. Бутро говорила со мной душа. Все взахлеб. И пошло сознание сдвинулось на другой угол восприятия. Туда, где хорошо. Вне зависимости от внешнего. С каждым днем состояние уходит. Я как за спасательный круг берусь за анкеты. Дневник человека описывает, как он работает, как меняется состояние. И как человек выходит из тех состояний, из-за которых он обращался к нам. Здесь очень много лишнего, личного. Поэтому я не комментирую. Следующая консультация про Ярослава. У Ярослава тоже, блин, медленно подгружается. У Ярослава тоже начался выход. И это все хорошо. А, еще тут по мужу пошли изменения. Когда пошли изменения по ребенку, пошли изменения по мужу. И здесь уже пошла работа отца. И это круто, потому что здесь отец включился. То есть это следующий след. Я могу вот так читать бесконечно. Просто бесконечно. Вот сесть и листать одно сообщение за другое. Потому что в день их приходят сотни. Многие вещи вы можете прочесть на Пупбай. Просто я буду засорять эфир. И людям, которые уже думают, да когда она заткнется, наконец перечисляют все это дело. Кстати, Оля Петренко прислала тоже новые умелки Кирилла. Новые умелки Игорехи. Но это абсолютно здоровый ребенок. И один и второй. И у них уже в карточке написано Гезунд. Ну, наверное, наши сектоведы не знают немецкий язык и не умеют читать слово Гезунд. И вот это может быть длиться бесконечно. На самом деле, вот может быть даже и зря. Я вот это сообщение сектоведа увидела прямо перед тем, как мы начинали писать вот это вот. Поэтому он у меня попал немножко сегодня под горячую руку. Ну и ладно. Наверное, человеку так надо было. Итак, вы видите, инфодайминг не стоит на месте. Мы пишем, мы работаем, мы делаем, дети двигаются. И аналогичного проекта вы не найдете. Не найдете в одной из стран мира. Ни в одной. То есть мы действительно делаем очень много. И действительно, если бы наш центр назывался центром психотерапии или там еще каким-то медицинским, то, наверное, нам бы впору было увеличивать цены и ходить раздутыми и важными и говорить, как мы круто помогаем людям. Но мы не медицинский центр, мы понимаем, что вылечить человека из любого заболевания невозможно. И мы это говорим абсолютно обоснованно. Если брать и заходить с глубин психики человека, вылечить человека невозможно. Человек может вылечиться сам. Но для этого ему надо проделать большую трансформационную работу над собой. Ему надо измениться. Ему надо стать человеком. Потому что то, как проявляются люди, зачастую не по-человечески. И вы это видите, и мы это говорим в роликах, обращаем внимание. Мы специально начали в Инстаграме выкладывать ролики, где мы показываем. Смотрите, разве так люди себя ведут? Вот смотрите, разве это по-человечески? Вот смотрите, это о любви, это об искренности. Смотрите, это об открытости. То есть мы обращаем внимание на те моменты, где человек заигрался и перестал быть человеком. Он просто деградирует, и зачастую его поведение, его реакции уходят в животный мир. И этот процесс деградации человек может остановить только сам. Только сам, когда он скажет себе «стоп, остановись» и будет видеть со стороны, как он деградирует. И пускай он это увидит через видеоролик или еще через что-то. Но это его возможность остановиться, задуматься, что он делает, развернуться к себе и начать путь к себе искреннему, открытому и настоящему. И начать путь к себе, к себе человеку. Сейчас можно не говорить о божественности, человеческом сознании и так далее. Просто к себе человеку. Потому что большинство психотехник, которые есть на рынке, начиная от гипноза, пикапа, техник манипулирования, НЛП и так далее, они не человеческие. Вы просто задумайтесь. Это проблема сейчас в обществе. Люди играют в коллективные игры, у них нет своих. Они готовы тысячами наблюдать за похоронами какого-то человека, за тем, как там актриса умирает или еще кто-то. Но они не готовы что-то создать, проявить, проявиться, сделать какое-то творение, творчество элементарное. Человек от лени деградирует. Это общество изобилия. И изобилие получилось, сделало человека сытым и недовольным, недовольным тем, что он имеет. Человека разучили благодарить себя и благодарить Бога. Благодарить Бога в себе за то, что человек имеет. Человек, вот даже я смотрю по Минску. Я хожу по чистым улицам. У нас нигде не валяется мусор. У нас вовремя включается отопление. У нас нет перебоев с электроэнергией. У нас наполнены магазины. У нас очень хорошо работает административная часть. У нас прекрасно работают школы. У нас прекрасно справляются больницы и поликлиники с ковидом, с тем же самым. Замечу, круче, чем в Европе и круче, чем в России. Беларусь просто выделяется на этом фоне. И вот смотрите, каждый день просыпаясь, я благодарю себя и благодарю этот мир. И благодарю в этом мире тех людей, которые являются моими зеркалами, которые работают и делают это. И на самом деле это круто, что это есть, вот есть это счастье. Но у нас же не учат в школе благодарить. У нас не учат в детском саду благодарить. У нас вообще не учат благодарить. У нас учат критиковать. У нас учат изворачиваться. Подставлять. Подставлять, обманывать. У нас учат придумывать оправдания, извороты, ложь, неискренность, неоткрытость. А потом, а потом не взять ответственности за свою жизнь на себя. И потом коллективные игры, тупые игры. Те игры, которые разрушают человека как личность. Разрушают человека как свой собственный авторитет в себе. Разрушают человека просто как человека. И инфодайинг это про то, чтобы человек остановился и задумался. Просто задумался. И на самом деле, вот мы уже даже на последнем курсе дали... А, кстати, я забыла сказать. У нас на этой неделе уже полностью готов очередной патент. Он уже вычитан. И на сегодняшний день сейчас осталось только по почте его отправить. И у нас следующий патент уходит в Евразийский союз. Плюс мы ведем патентование через Евразийский союз. И уже будет следующий патент. И там тоже звучит инфодайвинг. И инфодайвинг там звучит как состояние инфодайвинга. Состояние за самнамбулизмом. Состояние за парасамнамбулизмом. Это пассивный парасамнамбулизм. То есть это те состояния, которые не были описаны ни Рожковским, ни Катковым. Не были упоминаний Павлова. И мы доказываем, что в этих состояниях человек способен управлять инстинктивными включениями. Во всяком случае, основными своими инстинктами. Сжаться, бежать. Много инстинктов. Любой из инстинктов человек может, любую свою реактивную составляющую, человек может контролировать. Есть еще слой более глубокий, которому надо более глубокие состояния для контроля. В психике это все, что связано с нашим физиологическим телом, связано с выведением, мочеполовой системой и так далее. Но есть уровень, именно реактивный уровень человека, на которых он начинает орать, начинает убивать, начинает стрелять, начинает творить те вещи, которые он объяснить не может на уровне инстинкта, на уровне инстинкта выживания. Вот этот уровень человек способен контролировать, и состояние инфодайинга помогает людям видеть, где у него включается эмоция, в каком состоянии он пребывает, и как у него включается реакция. И эту реакцию человек может осознанно заменить, господа. И вот ни одно из состояний на сегодняшний день, известное в гипнозе, не позволяет это делать. Состояние инфодайинга позволяет это делать. И это открытие, оно способно перевернуть и научный мир в том числе. Я уже не говорю про религиозный, потому что религия в данном случае выглядит, пардон, господа, как сумасшествие. И неважно от течения какое, потому что человек забыл сам себя. Человек ушел куда-то и заблудился. Он ушел от себя, он перестал быть искренним и ответственным. Он забыл про ответственность. Он вынес ответственность из себя и пытается свалить ее на кого-то. И это очень явно видно и в нашей стране тоже. Задумайтесь, задумайтесь, ребята. Пора возвращаться к себе. Мы живем на белой земле. Мы живем там, где есть свет. Так и несите этот свет людям. И перестаньте этот свет давить в себе. Обманывать себя, лгать себе, изворачиваться, закрываться, прятаться и так далее. Будьте искренними, будьте открытыми. От вас ничего не требуется сложного. Просто стать самим собой. Развернуться вовнутрь туда же, куда смотрят глаза Бога, от которых вы никогда нигде не спрячетесь. Потому что они смотрят в вас. Пастскриптум. Сегодня в 20 часов коллективное погружение. Раздражение. Мы работаем с раздражением. На самом деле раздражение лежит в основе большинства заболеваний. Потому что под ним, как правило, находится очень много злости, агрессии, гнева и ярости. И это вершина вулкана, который в любой момент может взорваться. Разнести кровеносные сосуды, сердце, головной мозг, вызвать любое заболевание. То есть это подоснова болезней. Итак, а просто раздражение, казалось бы, просто у меня тут аллергейка, у меня тут чешется, у меня тут нейродерметик, у меня тут... У меня тут... А на самом деле все значительно глубже и серьезнее. И мы приглашаем сегодня на коллективное погружение, где будет дана психотехническая база, как работать с раздражением. И вы потом по этой записи сможете работать сами. Для того, чтобы вам легче было это прорабатывать. И для тех, кто готовится на курс «Подавленная злость», это тоже начало, это вводный шаг. Потому что потом мы пойдем глубже, мы пойдем в злость, мы пойдем разбираться, так что же делать со злостью. Если вы думаете, просто так легко осознать злость или отказаться от нее и так далее. Нет, дорогие мои. Нет, это не путь, это не решение. Иначе бы психологи творили сегодня чудеса. Но, увы, чудеса не происходят. Оно не происходит в инфодайвинге. До встречи, друзья. Сегодня в 20 часов работаем с раздражением.